В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Подарок депутата Юрий Лепатов подарил нуждающимся жителям с ограниченными возможностями здоровья 5 инвалидных колясок. Включая эти коляски, хочу пожелать, чтобы действительно они послужили этим людям. Витамины для врачей. Как поддерживают медиков представители национально-культурных автономий муниципалитета? Яблоки, гранаты, хурма, груши, мандарины. Товары на любой вкус. У кинотеатра «Искра» снова открылась ярмарка. Птица выручена на подворье. Она с волей. То есть она гуляла по нас, по лагам, по лесам. Добрые дела можно делать не только в рамках благотворительных акций. Депутат Московской областной думы Юрий Лепатов сделал подарок нескольким нуждающимся людям с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В начале декабря отмечается Международный день инвалидов. Депутат Московской областной думы Юрий Лепатов по этому случаю сделал подарок нескольким нуждающимся людям пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в нашем муниципалитете. Одной женщине 93 года, одному 64-70 лет, 80. То есть разный возраст. Это ветераны труда, ветераны войны. То есть это граждане, которые действительно заслуживают, чтобы им вовремя предоставили кресло-коляску. Всего было закуплено пять инвалидных кресел. Родственники двух инвалидов смогли приехать на встречу с депутатом. Я искренне вручаю эти коляски. Хочу пожелать, чтобы действительно они послужили этим людям, чтобы они, эти коляски, облегчили жизнь и существование, и для них, и как следствие для семьи. Одной из тех, кто получил такой необходимый подарок, стала мама Владимира Землянухина Вера Петровна. Она ветеран Великой Отечественной войны, сейчас ей 93 года. Коляска нужна была, бабушка у нас старенькая, ей 93 года. Передвигается она, в общем, с трудом. И сейчас у неё появится новая возможность встречать Новый год в более приятных условиях. По словам Юрия Липатова, взаимодействовать с администрацией Ленинского городского округа ему очень комфортно, и любые вопросы удается решать оперативно. Хотел бы выразить самые сердечные слова благодарности тем людям, которым было поручено этим заниматься. Они отработали очень оперативно, во взаимодействии с инвалидами. И очень приятно осознавать тот факт, что люди, которые получили эти коляски, значит, они очень довольны. И самое главное, что довольны семьей. Инвалидам и их представителям, кто не смог приехать навстречу, новые коляски привезут на дом. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе отмечается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете снизилось до 311. Таким образом, по состоянию на 7 декабря с начала пандемии число заболевших составило 6 692 человека. Наметилась динамика снижения и числа контактных по коронавирусу. А тем временем, Видное РКБ расширяет количество коек, обеспеченных кислородом. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Речь идет об основном стационаре больницы. У нас сейчас в данный момент установлено 248 точек кислородных. Большую помощь у нашей администрации, главы администрации Алексея Петровича Спасского. Однако у нас стационар работы на 476 точек и у нас имеется 5 профилей, по которым мы работаем на фоне ковида. Здесь, конечно же, есть такие пациенты, которым в принципе нужен кислород, а на фоне ковида особенно. С помощью нашего правительства в Московской области было решено провести нам абсолютно новую сеть этих кислородных точек, которые будут обеспечивать каждую койку. Она включает в себя проведение абсолютно новых магистралей, абсолютно новых точек подключения. Два газификатора по 5 тонн. И будет установлен генератор кислорода резервный, который работает буквально исключительно на реанимацию. Сейчас в стационаре находится 448 пациентов. Учреждение готово к поступлению новых заболевших. Помощь врачам стараются оказывать рядовые граждане и коммерческие структуры, и общественные объединения Ленинского городского округа. Представители национально-культурных автономий муниципалитета проводят акцию «Витамины для врачей». На ее первом этапе побывала наша съемочная группа. Пообщался с волонтерами Максим Козлов. В сумерках, которые зимой наступают рано, к зданию Видновской районной клинической больницы подъезжает микроавтобус. Двери открываются, и мы видим, что он до отказа нагружен пакетами. Это подарки для врачей, которые сейчас на боевом посту. Такое огромное количество пакетов. Расскажите, что в них, пожалуйста. В них сезонные фрукты. Это яблоки, гранаты, хурма, груши, мандарины. Это все подарок нашим врачам от всех национальных культурных автономий Ленинского городского округа. На территории Ленинского городского округа проживает граждане более чем 100 национальностей. В акции «Витамины для врачей» приняли участие представители национально-культурных автономий. Эта акция была предложена со стороны национальных культурных автономий нашего района. Нас поддержала администрация. И вот мы сегодня больше тонны фруктов было набрано от всей души нашим врачам, нашим героям. Слово «герои» не является преувеличением. Все знают, что врачам сейчас приходится нелегко. Ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной. И люди в белых халатах искренне благодарны всем, кто готов оказать им посильную помощь. Хотел бы искренне выразить благодарность людям, которые помнят и выражают в действиях свою благодарность и помощь людям, которые на страже здоровья стоят. Всегда только мы приветствуем то, что наших сотрудников не забывают и им внимание оказывают. Разгрузить тонну продуктов задача непростая. На помощь представителям национально-культурных автономий пришли и работники больницы, и депутаты. Настолько острый и сложный момент вообще в жизни страны и в жизни нашего муниципалитета, что очень приятно, что люди участвуют, помогают. И это показывает дух нашего национального государства, отображает его. Я считаю, это очень важно. И низкие им поклоны и благодарность. Предложенное место для склада фруктов заполнилось очень быстро и пришлось задействовать еще одну комнату. И надо сказать, что эта партия только начало акции. Это первая часть, будет еще вторая часть. Сегодня мы все это подвезли. Я думаю, что на днях будет вторая часть. И мы всех работников медицины угощим фруктами, витаминами. Отрадно, что в Ленинском городском округе всегда находятся люди, готовые помочь врачам. И совсем не важно, какая у них национальность, ведь сила в дружбе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Неделя доброты и щедрости подошла к концу. За это время добрых дел было сделано немало. Три благотворительные акции прошли в микрорайоне «Зеленая аллея» в Видном. О них наш следующий сюжет. Сразу два салона красоты, расположенные в новом микрорайоне «Зеленая аллея», откликнулись на призыв делать добрые дела. В рамках прошедшей недели доброты и щедрости один помог стать красивыми родителям и детям из многодетных семей, другой – людям пожилого возраста. Более десяти многодетных семей воспользовались возможностью бесплатно постричься. А мужчины еще и побриться в барбершопе «Заточка». Если мы можем сделать этот мир людей красивее и добрее, то мы только за. Я думаю, это первая наша акция, но она далеко не последняя. За новой прической пришел и Даниил Симаков со своей мамой Еленой. Спасибо огромное, что есть такая неделя доброты и щедрости в нашем городе. Мне кажется, очень полезное мероприятие, что позволяет людям стать немножко добрее. А в салоне красоты Кристи с тем временем дарили новый имидж людям пожилого возраста. Мы сделали нашим клиентам такие процедуры, как брови, коррекцию окрашивания, сделали новые прически, изменили им имидж. И сейчас продолжаем делать маникюр и уходовые процедуры. Все остались довольны. Пенсионерки Александре Веремьёвой сделали маникюр и архитектуру бровей. Мне очень понравилась настолько добрая, замечательная атмосфера. Приходили наши бабушки, сделали шикарнейшие им прически, настолько сделали другой имидж, они у нас просто красавицами ушли. Приняли участие в неделе доброты и щедрости воспитанники детского сада «Яблонька» и их родители. Для тех, кто нужна, я принес рыбные консервы. Свою корзину доброты собрала буквально каждая группа. Нам родители вместе со своими детьми несут всевозможные подарки для общества инвалидов. Представлено множество всяких продуктов от макарон, тушенки и прочих смесей, различные даже и кофе, и чай есть. Детей мы приучаем и к толерантности, и к доброте, и щедрости. И, наверное, наверняка, скажем даже, что наша помощь принесет действительно помощь обществу инвалидов. Все родители с радостью приняли участие в группах. Мы сегодня видели, сколько продуктов принесли. Сегодня мы будем организовать доставку в обществе инвалидов всех этих продуктов. Скоро Новый год, и я считаю, что это отличная акция, как подарок новогоднему столу, вообще к Новому году. Напомним, что глобальная общественная благотворительная инициатива «Неделя доброты и щедрости» в этом году проходила с 1 по 8 декабря. За это время было проведено множество акций, в том числе «Щедрая корзина», «Подарок Деду Морозу», «Добрые соседи», «День красоты», «Книги на дом» и многие другие. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Всего две недели не было торговых палаток у кинотеатра, а жители, привыкшие заглядывать на ярмарку, уже начали переживать. Но вот на площади у «Искры» снова стало оживленно. Продавцы стараются привлечь к качественным товарам, а покупатели никогда не уходят с пустыми руками. Вот и наш корреспондент Татьяна Брылова присмотрелась к ценам. На улице стало заметно холоднее, и поэтому большая часть ярмарки переехала в теплое, отапливаемое помещение. Но остается неизменным одно – богатый выбор предлагаемой продукции. «Предлагаем белорусские продукты, работаем непосредственно от мясокомбината Гродненского, Молодеченского, Брестского и предлагаем продукты напрямую с маленькой накруткой только из охлажденного мяса». Продавцам можно особо и не рекламировать свой товар. Каждый кусочек выглядит для того аппетитно, что хочется купить и то, и другое. Напротив – фрукты и овощи. Радушная хозяйка охотно скидывает цены, если покупатель берет много. Проходя по рядам, замечаем как давно знакомых продавцов, так и тех, кто впервые приехал. Вот, например, два бравых нижегородца, представляющих довольно известную кузницу Назарова. Ножи привлекают к себе твердостью стали и легким ощущением опасности. И хозяйкам на кухню, и в поход, как говорится. «Имеет твердость 61 единицу. Не сломается?» «Гибкость такую имеет. За счет пересечения слоев, здесь несколько материалов, 4 металла в пакете, 800 слоев идет. За счет этого имеет такую гибкость». На ярмарке людно. Одни присматриваются, другие покупают подарки. К Новому году и не только. «У меня юбилей скоро будет, поэтому решила себе сделать подарок. Я уже давно искала бирюзу, именно бирюза мне нужна». «На самом деле, я думала, что вот все это – это оформление торговой точки. Но, как оказалось, это тоже продается. Вот, например, вот такой замечательный светильник, я думаю, будет украшением любой квартиры». Не меньше покупателей и на улице. Ведновчане давно знают традиционный ассортимент. Часто приходят за конкретными товарами. «Детям подарки, себе подарки, что бабновки себе какие-нибудь». «Ворог свой по дворе, рыба здесь очень хорошая, свежая. То есть вы уже здесь свой покупатель?» «А мы всегда ходим на каждую. Заодно гуляем, заодно гуляем. Ну вот курочки, смотрите, какое свежее. Сало, вот сейчас купила сало, все домашнее». Фермеры из Курской области привезли птицу. Любителям хорошего мяса и тем, кто на новогодний стол любит подавать, например, утку в яблоках, стоит заглянуть сюда. «Птица выращена на подворье. Она с волей. То есть она гуляла по нас, по лагам, по лесам. У нас большая разновидность птицы на столе. Индюк диетический. Петухи есть у нас домашние. У нас кролик домашний. Утка есть простая. Хорошая есть. Классная гусь. Вот можете его даже показать». Ну и, конечно, текстиль, большой выбор зимней одежды для взрослых и детей, посуда и много чего еще. Лучше самим прийти, посмотреть, потрогать и купить. С ярмарки просто невозможно уйти с пустыми руками. Поэтому я успела и поработать, и прикупить к своему столу. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.